Всем привет, друзья! С вами компания 3D Tool. Не так давно зеленоградский производитель Picasso 3D представил обновленную модельную линейку своих 3D принтеров, получившую название Series 2. Все модели прошлой Series X в новой линейке прошли глубокую переработку, получили множество интересных и долгожданных функций, изменились внешне и внутренне. Что именно изменилось в моделях Designer XL S2 Designer X Pro S2 мы уже рассказывали в прошлых видео. Ссылки на эти обзоры вы найдете в описании под роликом. В этот раз познакомимся с самой распространенной и доступной моделью серии – Picasso 3D Designer X S2. Начнем с внешнего вида. Как и X Pro, принтер стал заметно выше предшественника. Это было продиктовано увеличенной температурой внутри камеры и иному распределению воздушных потоков. Крепление трубки, подающей материал к печатающему блоку, тоже изменилось в угоду ломким материалам, дабы избежать крутых загибов при передвижении экструдера. На фронтальной части устройства появился 5-дюймовый сенсорный полноцветный дисплей с возможностью выбора языка через настройки. Забегая вперед, скажем, что вместе с ним поменялась электроника устройства, что позволило интегрировать Wi-Fi подключение. Слот Ethernet при этом никуда не делся и остался на своем месте. Все так же возле дисплея располагается разъем USB-карточки, однако теперь ее можно вынимать после загрузки задания и начала печати, так как принтер обзавелся внутренней памятью. На боковинах устройства появились дополнительные вентиляционные решетки. Внизу бросается в глаза глянцевая черная панель, скрывающая сенсорный дисплей. В остальном внешний принтер не изменился. Переходя от внешнего вида к функционалу, невооруженным взглядом в рабочей области устройства можно заметить дюзы нагревательных элементов. Это и не мудрено. Все 3D-принтеры серии 2 получили активную термокамеру с возможностью нагрева до 80 градусов. Дизайнер XS2 не исключение. В связи с этим критичные к температуре крепления элементы и узлы были заменены на высокотемпературные. Например, вместо вклеенных магнитов стеклянный стол крепится теперь на защелках, как дизайнер Classic. Со всеми этими изменениями слегка увеличился и вес устройства – 18 кг против 16,5 предшественника. Давайте подробнее рассмотрим обновленный интерфейс устройства. Конечно, внешний вид и в целом функционал нового интерфейса един для всей линейки, а в частности их различается только наличием или отсутствием функций специфичных для двухсопельной печати. Тем не менее, им очень удобно пользоваться. Появились интуитивные для владельцев смартфонов смахивающие движения для выпадающих окон. Увеличились плитки пунктов меню и в целом улучшилась эргономика наглядности и читаемость меню. Как и ранее, дизайнер XS2 обладает всем набором критичных вспомогательных систем. Системой автопродолжения печати после потери питания, системой контроля внешней поверхности, системой контроля подачи пластика, функцией автодиагностики и развитым деревом настроек, в котором вы можете при желании включить или выключить все вспомогательные системы. В меню сервис переехали самые важные часто используемые операции – загрузки и извлечения пластика, манипуляции с рабочим столом, а также диагностики устройства и функции сушки пластика, ставшей более эффективной благодаря активной термокамере. Здесь же вы можете откалибровать устройство и провести необходимое обслуживание, например, замену сопла. В пункте меню настройки спрятались настройки включения и выключения вспомогательных систем, выбор языка и сетевые параметры. Если говорить о самом процессе печати, он заметно упростился. С выходом новой версии Polygon X2.0, приуроченной к релизу Series 2, отправлять задание на принтер стало возможным по Wi-Fi соединению. Кстати, скорость передачи существенно увеличилась благодаря переходу на новую электронику. Но не забудьте выполнить чистую установку Polygon X перед использованием новых устройств, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этой функции. Помимо удаленного управления, процесс отправки печати и ее запуск улучшился благодаря переработанным алгоритмам перемещения печатающей головки. Была увеличена скорость печати без потери качества поверхности детали. По сравнению со старым алгоритмом, она увеличилась почти в полтора раза. Максимальная скорость печати Designer XS2 составляет 130 кубических сантиметров в час. Некоторые пользователи устройств Series X жаловались на не совсем удачную конструкцию подающего механизма печатающего блока. Старая конфигурация быстро изнашивалась при работе с высокоабразивными материалами, вроде стекла и углекомпозитов. На новых принтерах, в том числе и Designer XS2, этот узел был существенно доработан в угоду большей надежности для печати любыми, даже самыми суровыми материалами. Кстати, обновилась и база профилей. При подключении принтера к сети появляется возможность загрузить новый пресет для существующих и новых добавленных материалов. Раз уж мы заговорили про материалы, давайте перечислим список филаментов, с которыми Designer XS2 теперь полностью или частично совместим. Компания делит весь спектр доступного филамента на три категории. Базовые материалы с эксплуатацией в температурах до 90 градусов, ABS, PLA, ASA, PP, TPU, PETG, HIPS, которыми теперь можно печатать на весь размер рабочей области, не боясь деламинации и усадки. Инженерные материалы, выдерживающие свыше 150 градусов, PA-6, 12, 66, ABS, GFCF, поликарбонат, TPU и производные. Эти материалы позволяют печатать изделия с повышенными потребительскими свойствами. Конструкционные пластики с точкой плавления выше 300 градусов Цельсия. PIC, PEC, PPSU, ULTEM с высокой температурой эксплуатации и лучшими потребительскими свойствами. При этом размеры изделий, которые можно печатать, описанными материалами сильно зависят от их категории. Чем более высокой температуры требует материал, тем меньший объем камеры является в этом случае полезным. Там, где ABS или PETG может занимать весь объем камеры, изделие из PPSU или PIC будет существенно ограничено в размерах. Печать всеми перечисленными материалами стала возможной благодаря добавлению активной подогреваемой камеры. Давайте поподробнее остановимся на ее особенностях. Сама по себе повышенная температура в рабочей зоне позволяет добиться уверенной печати во весь объем области, уменьшение усадки и коробление на сложных деталях и стабильную печать широким спектром материалов. Помимо этого были смоделированы и спрогнозированы процессы перемешивания воздуха и прогрева камеры. Вкупе с работой фирменной системы протяжных вентиляторов, заметьте, что их расположение также изменилось по сравнению с прошлой моделью, это позволило точно разместить тачки температуры и выпускные дюзенагреватели в наиболее эффективных местах. Повышение рабочих температур вызвало необходимость внести изменения в профиль материала, учесть повышенную эксплуатационную температуру для незащищенных узлов и креплений внутри рабочей области. Решение всех этих и многих других задач позволили добиться пиковых 80 градусов внутри зоны печати без кардинального изменения всей конструкции устройства. Такой подход позволяет решать с помощью дизайнер XS2, да и в принципе всей обновленной линейки, серьезные инженерные задачи. Как мы говорили выше, появление Wi-Fi-модуля и сенсорного дисплея потребовали доработки электронной части устройства и его программного ядра. Принтер обзавелся еще одной платой расширения, функцией которой не ограничивается только лишь беспроводным подключением. Очень важно заметить, что производство электронных плат устройства полностью локализовано в России. А программное ядро было существенно переработано с исправлением старых узких мест и шероховатостей. При всем при этом энергопотребление устройства увеличилось несущественно. Мощность устройства составила 350 Вт в рабочем режиме и до 1000 в пике. Улучшилась комплектация устройства. Кроме защитных перчаток, которые пригодятся при работе с нагретой камерой, в комплекте появились запасные очистители, стекло, альтернативный адгезив для материалов на основе полиамидов и нагревательный блок 250 для низкотемпературных материалов, а также термопаста и запасная БТФЕ-трубка для него. Кроме того, все модели линейки теперь комплектуются закаленными стальными соплами 0,5 мм. Механика устройства также претерпела несколько изменений, направленных на точность определения координат, удобство обслуживания и жесткость конструкции в целом. Алгоритмы системы контроля подачи также обновлены. Система срабатывает точнее и подсказывает пользователю возможные причины остановки. Новый интерфейс позволил добавить наглядное описание безликим кодам в прошлой модели. Итак, мы подробно познакомились с основными изменениями в устройстве. Давайте вместе пройдем процесс отправки заданий на печать, чтобы проверить все вышесказанное. Для начала установим материал. В нашем случае это будет стеклонаполненный композит на основе ABS. Выберем пункт меню операции с материалом. Далее заправить материал. Далее выберем наиболее подходящий профиль и нажмем заправить. После того, как принтер нагреется, нить пройдет через печатающий блок и устройство будет готово к печати. Обратите внимание на появившийся параметр нагрева рабочей камеры. Далее запустим функцию включить преднагрев и посчитаем модель для печати в обновленном Polygon X. Откроем Polygon X, добавим нашу модель. Выберем быстрый пресет настроек из доступных. Программа сформирует файл PLGX и уведомит об основных характеристиках получившегося задания, времени печати и количестве используемого материала. Обратите внимание на функцию отображения элементов печати в левом выпадающем меню. Такой вариант отображения позволяет более качественно оценить нарезку модели и предотвратить многие ошибки заранее. Теперь переходим на вкладку «Сеть» и ищем наш принтер в сети. Как видите, задание уже отправляется на устройство. После окончательной загрузки печать начнется автоматически. Итак, наше задание напечаталось. Давайте оценим результат и подведем итог нашего обзора. Мы печатали кронштейн для удерживания блока цилиндров модели ДВС, который был сгенерирован с помощью технологии автоматической топологической оптимизации. Результат получился практически идеальным. А используемый материал позволил добиться неплохой прочности изделия. Помимо этого дизайнер X-S2 умеет еще так и вот так. Кажется, пришло время подвести итоги нашего видео и сформировать некоторый вывод. В этом видео мы постарались не перегружать зрителя с лишними техническими деталями и сформировать общий взгляд на устройство, продемонстрировать его самые важные достоинства и сравнить с предыдущей моделью. Безусловно, самыми важными изменениями являются повышенная скорость печати, наличие активной термокамеры, существенно увеличенный список совместимых материалов, переработанный интерфейс устройства и сенсорный полноцветный дисплей, а также большое количество доработок существующих узлов и механизмов для соответствия новым условиям работы. Без лишней скромности можно сказать, что обновление как дизайнер X-S2 в частности, так и всей линейке серии С2 в общем, безусловно удалось. На наш личный взгляд, это полноценный релиз, а не просто работа над ошибками. Более того, получив эти доработки, принтеры серии наконец-то раскрыли заложенный потенциал и полностью соответствуют сегодняшним запросам рынка. Да, с обновлением повысились и цены. Пикассо 3D-дизайнер X-S2 на момент публикации видео стоит 199 тысяч рублей. Но это все еще значительно дешевле ближайших конкурентов, которые зачастую уступают зеленоградским 3D-принтером в функционале и эргономике. Подытожив, можно резюмировать, что Пикассо 3D, как всегда, не только идет в ногу со временем, но даже опережает некоторые тренды, не просто предлагая новые продукты и идеи, но доводя существующие технологии до задуманного идеала. Пожелаем компании не кончающихся успехов и с нетерпением будем наблюдать за следующими релизами. Что ж, а на этом у нас все. Большое спасибо за просмотр. Надеемся, видео было для вас полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых обзоров!